Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Сегодня СМИ сообщили о смерти 89-летнего актера Бориса Христофорова. По информации РЕН-ТВ, тело артиста обнаружили в его московской квартире, расположенной на Большой Пионерской улице. На данный момент причина трагедии неизвестна. Ведется следствие. О Борисе Христофорове известно немногое. Он родился 1 июня 1931 года во Владикавказе, однако большую часть жизни прожил в Москве. Популярность артисту принесла роль в фильме Алексея Баталова и Иосифа Шапира «Три толстяка». Картина была снята в 1966 году по одноименной сказке Юрия Олеши. Христофоров сыграл одного из толстяков, суровых тиранов, управлявших страной без названия. Его партнерами по фильму стали именитые актеры Евгений Маргунов и Сергей Кулагин. Дата и место прощания с Борисом Христофоровым будут объявлены позже. «Три толстяка» – советский художественный фильм «Сказка» по одноименной повести Юрия Олеши режиссера Алексея Баталова. Баталов сам сыграл одну из главных ролей фильма «Гимнаста Тибула». Премьера фильма в СССР состоялась 18 ноября 1966 года. Действие картины происходит в неназванном сказочном городе. Во главе города стоят три толстяка, безжалостно эксплуатирующие народ. К городу приближается фургон с бродячими артистами. Клоун Август, гимнаст Тибулл и девочка Солк. Как раз в этот момент рудокопы поднимают восстание, и Тибулл присоединяется к мятежникам. Войска генерала Караски подавляют восстание. Во время артиллерийского обстрела, который вели из покоя в дворца, по вине Караски пострадала кукла наследника Тути, тонкая механическая игрушка. Во дворец, по случаю торжеств в связи с подавлением восстания, на потеху толстякам и их свите, доставляют главаря бунтовщиков Проспера. Преследуемый солдатами Тибулл случайно попадает в дом к знаменитому на весь город доктору Гаспару Армери. Ученый помогает мятежнику скрыться, переменив его внешность. В этот же момент доктора срочно вызывают во дворец. Ему приказывают за ночь починить куклу и отправляют в правительственной карете вместе с куклой домой. На карету нападают бунтовщики и захватывают доктора, полагая, что это канцлер. Карету вместе с куклой уносят лошади. В безнадежных поисках доктор забрел в фургон Августа и снова столкнулся с Тибуллом. Выясняется, что гимнастка Суок, как две капли воды, похожа на куклу. У Тибула рождается план. Суок оденут куклой и так она попадет во дворец. Ключ от королевской тюрьмы, где томится в плену Проспера, хранится у наследника Тути. Доктор Армери доставляет куклу во дворец, и Суок умело изображает заводную игрушку. Куклу переносят в покой Тути, и наследник вскоре догадывается, что перед ним живая девочка. Страдающий от отсутствия внимания и друзей мальчик не выдает Суок и разрешает ей переночевать в его спальне. Суок завладевает ключом и, проникнув в тюрьму, освобождает Проспера. Наутро обман вскрывается, так как кукла случайно попала в дом учителя танцев. Армери и Суок сажают под арест, и утром их ждет казнь. Узнав об этом, мятежники во главе в Тибулам проникают во дворец через подземный ход. Они поднимают вторую волну восстания, которая сбрасывает власть толстяков. Армери и Суок свободны. В финале бродячие артисты дают концерт на городской площади при грандиозном стечении народа. Фильм снимали в императорских конюшнях в Петродворце, а также в Таллине. Для съемок сцены полета на воздушных шарах была изготовлена кукла размером с человека и весом один килограмм. В куклу был вмонтирован механизм, благодаря которому она в полете поворачивала голову и дрыгала ногами. Однако во время съемок воздушные шары с куклой оторвались и их унесло. Для изготовления новой куклы не было времени, поэтому Николай Корноухов сам исполнил трюк с полетом на воздушных шарах. Ради небольшого эпизода, где герой Алексея Баталова Тибул, скрываясь от стражников, ходит по канату над площадью, актер год обучался хождению по канату и прочим цирковым трюкам, чтобы сыграть эту сцену без дублера. Некоторые эпизоды фильма с участием Суок вместо Лины Бракните озвучивала Алиса Фрейндлих. В качестве соавтора сценария фильма выступил единоутробный брат Алексея Баталова, Михаил Альшевский, впоследствии рукоположенный в священника Михаил Ардов. Другой брат, Борис, будущий режиссер-мультипликатор, исполнил роль капитана Бонавентуру. Второй из трех толстяков Евгений Маргунов. Евгений родился 27 апреля 1927 года в Москве. Ушел из жизни 25 июня 1999 в 72 года вследствие инсульта. Евгений рос без отца и с юных лет пытался помогать маме. На его 14-летие пришлась Великая Отечественная война. Подросток трудился на заводе, обтачивая болванки для артиллерийских снарядов. Но ни суровая действительность, ни обстоятельства военного времени, ни бедность не отвратили подростка от его мечты стать актером. Парень настолько горел этим желанием, что в 16 лет, в 1943, он написал письмо самому товарищу Сталину. В наивных строчках юноша попросил вождя помочь зачислить его в театральное училище. На письмо молодого человека пришел ответ. Так Евгений Маргунов стал студентом училища при театре имени Таирова. Там он проучился только год, потому что уже скоро понял, что готов покорить другие высоты. 17-летний Маргунов поступил во ВГИК на актерский факультет к мастеру Сергею Герасимову. После окончания вуза Евгений поступил в труппу театра студии киноактера. Дебют Маргунова в кино состоялся еще в 1944 году. Он сыграл одного из артиллеристов в драме Ивана Пырьева в 6 часов вечера после войны. Первая известность пришла к Евгению Маргунову уже в 21 год, когда в 1948 году он сыграл Почепцова в фильме своего мастера Сергея Герасимова «Молодая гвардия». Драма рассказывает о подпольной организации, которую создают вчерашние школьники для борьбы с фашистами, оккупировавшими город. И хотя Евгений Маргунов снимался достаточно часто, был востребован в кино и популярен в народе, оглушительная известность пришла к нему в 34 года. С 1961 года Маргунов стал появляться в роли бывалого хмурого и уверенного в себе толстяка, лидера шайки, состоящей из труса, которого играл Юрий Никулин, и балбеса Георгий Витцин, которые вечно вляпываются в смешные ситуации. Вся троица – это комические антигерои комедий Леонида Гайдая, обаятельные мелкие правонарушители, о которых узнал и которых полюбил весь Советский Союз. Впервые в этом амплуа Евгений сыграл в короткометражке «Пес Барбос» и «Необычный кросс». Затем последовали комедии «Совершенно серьезно» «Самогонщики». В 1965 году бывал и снялся в одной из самых хитовых советских комедий «Операция и» и «Другие приключения Шурика». После проследовал в комедию «Дайте жалобную книгу», «Еще один хит времени», «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», «Юмористические ленты», «Сказки русского леса», «Семь стариков» и «Одна девушка». Конечно, Моргунов впоследствии много снимался в других амплуа, «Покровские ворота», «Спокойствие отменяется» и другие. Однако ни одна роль не смог превзойти бывалого по популярности. В 1966 году у кинозвезды родился первенец, сын Антон. Второй сын Николай появился на свет, спустя шесть лет, в 1972 году. В 1963 году 36-летний Моргунов дебютировал в качестве режиссера. Он представил короткометражную ленту «Когда казаки плачут». Лента является адаптацией произведения Михаила Шолохова и рассказывает о донских казаках, которых бросают жены. С наступлением «Перестройки» Евгений Моргунов стал сниматься реже, но не бросал кино. В 71 год актер пережил гибель младшего сына, 26-летний Николай Моргунов погиб в автокатастрофе в 1998. Спустя год, так и не пережив трагедию, Евгений Александрович ушел из жизни. Последний фильм с участием кинозвезды вышел в 1998. В комедии «Райское яблочко Моргунов» сыграл начальника службы безопасности.